Как не умереть от высокого кровяного давления? Высокое кровяное давление является фактором риска номер один среди смертей в мире, затрагивая почти 78 миллионов американцев или одного из трёх взрослых. С возрастом наше кровяное давление становится всё выше и выше. Таким образом, в возрасте 60 лет эта проблема поражает более половины людей. Но если это влияет на большинство из нас, когда мы становимся старше, может быть, это не болезнь, а всего лишь неизбежное следствие старения? Нет. Нам известно с 20-х годов прошлого столетия, что это не обязательно так. Исследователи измеряли кровяное давление тысячи жителей сельских районов Кении, которые питались преимущественно растительной пищей, цельнозерновыми злаками, бобовыми, овощами, фруктами и зеленью. Наше давление повышается по мере старения, а давление исследованной группы на самом деле понижается. И чем дальше, тем лучше. Все показатели 140 на 90 исключены полностью. Даже люди, которые начинают с артериальным давлением 120 на 80, по-видимому, выигрывают от снижения давления. Если вы пришли к своему врачу с кровяным давлением 120 на 80, вы получите золотую звезду, но идеальным давлением, ниже которого нет смысла продолжать снижать, может быть на самом деле 110 на 70. 110 на 70. Возможно ли это, чтобы получить столь низкое кровяное давление? Это не только возможно, это нормально для тех, кто ест достаточно здоровой пищи. В течение двух лет в сельской кенийской больнице были госпитализированы 1800 пациентов. Сколько случаев высокого давления у них нашли? Ноль. Вау. Они должны были иметь низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний. Но у них не было сердечных заболеваний. Не зафиксировано ни одного случая атеросклероза, нашего убийцы номер один. В сельских районах Китая тоже основной показатель кровяного давления 110 на 70 на протяжении всей жизни. 70-летняя со средним артериальным давлением, как 16-летняя. В настоящее время в Африке и Китае совершенно разные диеты. Но то, что их объединяет, то, что они основаны на ежедневном потреблении растительной пищи. И употреблении мяса только в особых случаях. Почему мы думаем, что именно растительная диета поспособствовала этому? Потому что в западном мире, как утверждает Американская ассоциация кардиологов, действительно достигают снижения давления только те, кто строго придерживается растительной диеты. До показателей около 110 на 65. В крупнейшем исследовании людей, придерживающихся растительной диеты, 89 тысяч калифорнийцев, сравнивали вегетарианцев, так называемых полувегетарианцев, или нестрогих вегетарианцев, тех, кто ест мясо еженедельно, а не ежедневно, тех, кто ест рыбу, тех, кто не ест ни рыбы, ни мяса, и тех, кто не ест животной пищи вообще. Это было исследование среди адвентистов, так что даже невегетарианцы не ели много мяса, и они, как правило, ели много фруктов и овощей, проявляли физическую активность и не курили. Таким образом, даже по сравнению с группой относительно здоровых мясоедов, полученные данные указывали на то, что пошаговое снижение показателей артериальной гипертензии отмечались у людей, употребляющих большое количество растительной пищи. То же самое с диабетом и ожирением. Можно сказать определенно, что мы можем свести на нет большую часть нашего риска, придерживаясь строго растительной диеты. Но это не все или ничего, это не черное или белое. Любое движение в сторону более здоровой еды может накапливать значительные преимущества для здоровья. Вы можете увидеть это экспериментально. Вы можете взять вегетарианцев, дать им мясо, и заплатить им достаточно, чтобы они съели его, и их кровяное давление начнет расти. Или удалить мясо из рациона питания мясоедов, и кровяное давление начнет уменьшаться за 7 дней. И после того, как показатели кровяного давления у большинства уменьшены или замедлили рост, лечение завершено, и можно прекратить принимать свои лекарства. После того, как вы поняли причины, как только вы устранили болезнь, вы больше не должны принимать таблетки, так как у вас нормальное артериальное давление. Вы можете понизить ваше давление настолько, что могут появиться головокружения, обмороки. Так что ваш врач будет вынужден заменить вам таблетки. Снижение давления на меньшем количестве лекарств – это сила растений. Таким образом, рекомендует ли Американская ассоциация кардиологов не мясную диету? Нет. Они рекомендуют диету с низким потреблением мяса, так называемую Дэш-диету. Почему же не полностью на растительной основе? Возможно, когда Дэш-диета создавалась, они просто не знали об эпохальном исследовании, проведенном Фрэнком Саксом из Гарварда? Нет, они были в курсе. Председатель комитета разработки, который пришел с Дэш-диетой, и был Фрэнком Саксом. Видите ли, Дэш-диета была явно разработана с целью номер один – использовать все преимущества вегетарианской диеты, и в то же время содержать достаточное количество продуктов животного происхождения, чтобы сделать ее приемлемой для населения в целом. Они не думали, что публика могла принять правду. Теперь в их защиту вы можете увидеть, что они думали. Так же, как лекарства никогда не работают, если вы на самом деле не принимаете их. Так же и диеты никогда не работают, если вы на самом деле не придерживаетесь их. Так что они, похоже, думали, что никто не собирается употреблять строго растительную пищу. И если они смягчили свое сообщение и придумали какую-то компромиссную диету, возможно, в масштабе населения они сделали больше пользы. Хорошо. Скажите это тысячам американских семей в день, когда они потеряют близкого человека из-за высокого кровяного давления. Может быть, пришло время начать говорить американской общественности правду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!